В Одессе два часа дня, эфир седьмого канала, продолжают новости. Меня зовут Игорь Буренко, здравствуйте. Начинаем наш выпуск со страшной трагедии. В Одессе задержали подозреваемого в убийстве двоих несовершеннолетних детей. Об этом на своей странице в фейсбук написал глава нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин. Трагедия произошла на улице Королева. По неподтвержденной информации, детей убил их отчим. На месте находится наша съемочная группа. Со слов людей известно, что девочке было 4 годика, мальчику 10 лет. Накануне соседи слышали пьяный скандал. Утром их мать ушла на работу, но спустя время попросила родственницу проверить детей. Она и обнаружила их задушенными. На месте работает следственная группа полиции. Все подробности жестокого убийства в наших следующих выпусках. Утром в ДТП погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Авария произошла на дороге Измаил-Одесса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС. По их информации, водитель легкового автомобиля Митсубиси не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась. Водители двое пассажиров погибли на месте. Выжили 7-летний мальчик и 8-летняя девочка. Они с многочисленными травмами доставлены в больницу. За жизнь девочки борются реаниматологи. Дом Евгения Буковецкого, знаменитого одесского художника 19-20 веков, превратили в музей. Новые владельцы легендарной квартиры решили в точности воссоздать ее первоначальный облик. Чтобы воплотить фантастическую идею в жизнь, им понадобился целый год. В уникальном месте побывала Юлия Федорова. Историк Владислав Медвецкий рассказывает, в каком состоянии была его квартира до ремонта. Еще год назад стены, потолок и пол в этом доме были разрушены. Комнаты и коридор находились в аварийном состоянии. Лестница была, она затертая. Вот тут центр был просто черный. Вот здесь было заклеено линолеумом этот паркет. Новые владельцы квартиры Владислав и Алена с головой погрузились в историю знаменитого дома. Обычная на первый взгляд квартира постепенно начала превращаться в музей. Тут ничего другого в принципе быть не могло. Ну это же дом, какой дом, какая у него история. И сделать здесь просто, не знаю, поклеить, покрасить стены. Нет, это неинтересно. Для нас было важно восстановить. Сразу при входе сохранилась роскошная деревянная лестница, сделанная в английском стиле. Ее полностью восстановили и отреставрировали. Так выглядели вещи, которые окружали Буковецкого на протяжении всей его жизни в этом доме. Большую часть предметов интерьера владельцы квартиры заказывали в Европе, а также покупали на староконном рынке. Столы, шкафы, кресла, диваны и мольбер. Здесь все воссоздает обстановку, в которой жил известный одесский художник Евгений Буковецкий. Видите, здесь просто была такая портьера. Вот здесь видите, какие были обои. Каких-то таких зеленовато-сероватых оттенков с цветочками. Вот такой красный коврик, вы видите, вот мы подобный здесь подобрали коврик. Здесь есть даже посуда Буковецкого. Эту рюмку нашли под лестницей. На ножке обнаружили инициалы владельца дома. Это оказывается Б и Е. В букву Е он вписал букву Б. Главное помещение в доме – гостиная. Просторная комната с роскошным видом на улицу Княжескую. Здесь сохранились огромные деревянные окна. Точно так же они выглядели больше ста лет назад. Хочется, знаете, атмосферу создать вот как бы того времени. Вот не знаю, как-то так подсознательно меня толкает на это. Не знаю, что из этого получится. Сегодня в доме Буковецкого проводят профессиональные фотосессии. А квартиру собираются превратить в музей, куда смогут приходить на экскурсии одесситы и туристы. Больше о новом уникальном месте в центре Одессы смотрите в проекте «Наследие на седьмом» в среду 28 июня в 22.30. Юлия Федорова, Никита Кричко, Андрей Кульба, Седьмой канал. Южную Пальмиру и столицу Турции свяжут прямым рейсом. С 14 июля турецкая авиакомпания «Пегасус» открывает прямые рейсы по маршруту «Анкара-Одесса-Анкара». Об этом сообщила пресс-служба Одесского аэропорта. Летать в столицу Турции будут четыре раза в неделю. Напомню, для граждан Украины турецкая республика отменила визы. Попасть в эту страну можно также по айдипаспортам. Пока у нас на этом все. Следить за новостями «Седьмого канала» всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Сразу после выпуска новостей смотрите «Добрый день» на «Седьмом» и я передаю слово моей коллеге Татьяне Милинко.